Уроки литературного чтения Космического корабля И бороздим с вами просторы Вселенной А что же такое Вселенная? Вселенная – совокупность галактик Их скоплений, звезд, планет, комет, астероидов Космического пространства Вселенная представляет для ученых Бескрайний простор для исследований Несмотря на то, что космические аппараты Уже несколько десятилетий бороздят межпланетное пространство Человечеству до сих пор не удалось изучить его основательно И люди могут только догадываться Что находится на планетах Вселенной В художественном мышлении писателей-фантастов Догадки превращаются в сюжеты фантастических произведений Вспомним, что такое фантастическое произведение Фантастическое произведение – это произведение В котором есть что-то фантастическое То, чего пока нет в реальной жизни Сюжет такого произведения Описывает часто то, чего нет в настоящем времени Но благодаря художественному мышлению Писателей-фантастов Человечество сказку делает былью Вы тоже умеете здорово фантазировать И это замечательно Потому что потом, получив инженерное Технологическое, техническое образование Вы будете воплощать в жизнь свои детские мечты А пока вновь обратимся к фантастической повести писателя Евгения Серафимовича Вилтистова «Миллион и один день каникул» Фантазия развивается тогда, когда формулируешь вопросы и задаешь их Поэтому важно учиться формулировать вопросы и отвечать на вопросы На предыдущем уроке вам было предложено самостоятельно прочитать всю повесть Думаю, чтение для вас получилось увлекательным и познавательным Выполните упражнение «Исследователь» Для этого предлагаю вам найти в повести особенности фантастического жанра Используя поисковый вид чтения Можете воспользоваться памяткой «Отличительные особенности» фантастического произведения Усилить доказательства того, что это фантастическое произведение Можно, подтвердив словами из текста Памятка «Отличительные особенности» фантастической повести «Миллион и один день каникул» Действия происходят на другой планете Все странности объясняются с научной точки зрения Герои находятся в космическом летательном аппарате Действуют фантастические существа, роботы, различные предметы Остановите видео и запишите в тетради результаты своих исследований Предлагаю оценить вашу исследовательскую работу по критериям Если вы самостоятельно нашли отрывки из текста Не обращаясь к памятке То поставьте на полях тетради восклицательный знак Вы умницы! Вы отлично справились! Если вы пользовались памяткой То поставьте на полях тетради галочку Вы молодцы! Вы хорошо справились с заданием Если затруднились То поставьте на полях тетради вопросительный знак Подумайте, почему возникли эти затруднения А сейчас предлагаю вам творческое задание Побывать в роли художника-фантаста Остановите видео и нарисуйте ваше путешествие во Вселенной Как вы это себе представляете? Что встретится вам на пути? Какие фантастические существа вы сможете увидеть? Обязательно покажите продукт вашего творчества Членам вашей семьи или своему другу Попросите их оценить ваши старания Ребята, как вы думаете, зачем нужно задавать вопросы? Конечно же, подумаете вы, чтобы узнать что-то новое для себя Или уточнить уже известную информацию Но как получить именно тот ответ, который вы хотите найти? Ответ, который поможет узнать новое и обязательно мотивирует к новому вопросу Вы правы, нужно уметь правильно формулировать вопросы Так какова же роль вопросов в нашей речи? Подумайте, обратив внимание на памятку Памятка – роль вопросов в речи С помощью вопроса можно получить новую информацию Правильно задав вопрос, можно уточнить уже имеющуюся информацию Можно использовать вопрос для перевода разговора в другое русло Задавая вопрос, можно продемонстрировать свое мнение Обозначить свою позицию Правильно заданный вопрос может подсказать ответ С помощью вопросов можно настроить собеседника на нужный вам темп лат речи Юные наблюдатели, предлагаю вам побывать в роли корреспондентов Пользуясь памяткой, предлагаю вам взять интервью у членов своей семьи Или друзей с помощью своих смартфонов Используя следующие вопросы Что ждет людей, когда космические полеты Станут обычным явлением повседневной жизни? Как произойдет первая встреча с представителями других миров? Явятся ли они на Землю? Или земляне найдут их на бесконечных просторах Вселенной? Обсудите полученную информацию в кругу семьи После этого напишите заметку на тему Удивительная встреча во Вселенной Подведем итоги урока Остановите видео и закончите предложение в тетради Интереснее всего было выполнять на уроке Лучшим моим достижением на уроке было Немного трудно было Думаю, что это можно исправить Поработав над Ребята, наш урок подошел к концу На этом уроке вы научились формулировать вопросы Для установления причинно-следственных связей Явлений, поступков И отвечать на открытые вопросы До свидания До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok